физкульт привет друзья и ученики прекрасное утро у нас сегодня я как немножечко принять солнечных ванн и посидеть в джакузи есть какие то вопросы которые сегодня хотели бы обсудить можем это сделать кстати не пропустите сегодня уже часа через четыре четыре с половиной в 14.30 по орландо по флорида я буду вам показывать прямом эфире тренировку джанет у джанет скоро соревнования ровно через два месяца через восемь недель тренировка вы давно уже меня просите показать очередную тренировку джанет вот сегодня у вас будет такая возможность это сделать несмотря на то что погода прекрасно интернет почему-то сегодня у меня тормозит так что друзья общайтесь побольше между собой до хороший вопрос как согнать остатки жира который не хочет уходить который самый трудный самый сложный но это друзья действительно сложный процесс нужно знать что вы делали до этого а так когда у вас остается уже мало жира когда процесс жиросжигания остановлен я снял видео скоро выложу его на канале но смысл в том что нужно очень четко понимать пошаговые инструкции пошаговые мероприятия которые необходимо делать для того чтобы сжигать жиры если вы питались четыре раза в день значит нужно разбить ваше питание на пять раз если питались пять раз на шесть и так постоянно в такой прогрессии потому что многие про с кем я общаюсь тоже джанет питается четыре пять раз в межсезонье и до десяти раз она питается перед соревнованиями понимаете чем ближе соревнования тем у нее больше приемов пищи в сутки о чем это говорит это говорит о том что всеми возможными способами разгоняется метаболизм у организма не должно быть и намека на то что вы не дай бог рискуете не дополучить необходимые микро макро элементы ну и конечно основные нутриенты питания белки жиры и углеводы следующий шаг который нужно делать нужно разбираться в как раз таки нутриентах белках жирах углеводах нужно четко отслеживая себя по дневнику питания я не раз вам говорю что дневник питания даже более важен чем дневник тренировок хотя оба этих факторов очень важны и конечно же нужно понимать что организму необходимы все абсолютно все питательные вещества ни в коем случае я не рекомендую в таком состоянии когда вы уже хорошо избавились от жировых отложений процесс встал ни в коем случае не рекомендую понижать ваш колораж общий этого делать не нужно потому что организм еще больше замедлит метаболизм еще больше начнет сохранять и бороться за каждый грамм лишнего вашего жирка ну с вашей точки лишнего с точки зрения организма лишним у нас является как раз таки мышечная масса которая требует много питательных веществ на себя только что нужно делать нужно найти вот эту середину в своих бжу когда вы не худеете не полнеете вот кто нашел это тот счастливчик потому что с помощью двух вещей всего это белково углеводного чередования но честно говоря в основном углеводного чередования за счет этого в основном вы будете избавляться от жира как это делается как раз таки когда вы находите верхнюю точку ваших углеводов суточных что это значит верхняя точка это значит когда вы принимая определенное энное количество углеводов при этом при всем не полнее то есть не набираете весе это можно быстро вычислить в этом нет ничего сложного это никого из вас сильно не напряжет если вы действительно заинтересованы процессах жиросжигания и очень важно играть углеводами тогда организм получая все необходимые нутриенты конечно не забывайте про витамины про микро макроэлементы силен обязательно потому что силена не хватает нашем организме абсолютно всем и мужчинам и женщинам в питании силен практически отсутствует практически у большинства населения планеты и и мужчинам следует обратить внимание на цинк вернемся к углеводам нашим да ну естественно мы говорим с вами только о медленных углеводов потому что все вы прекрасно знаете что для того чтобы растить мясо сухое мясо для того чтобы сжигать жиры при этом сохраняя нарощенное таким трудом мясо нам необходимо сразу по окончанию тренинга принимать быстрые углеводы лучшие варианты на мой взгляд это бананы на втором месте а может быть даже на первом витарго кто не знает витарго это такое спортивное питание это вытяжка из sweet potato это углевод который принимают все профессионалы даже многие на период жиросжигания перед соревнованиями его принимают в нем нет крахмала но его фишка в том что он способен максимально быстро после тренировки выбрасывать инсулин в кровь при этом не следует бояться если вы едите sweet potato в запеченном варианте самый лучший вариант он не будет выбрасывать так быстро инсулин хотя любая пища выбрасывает инсулин итак мы знаем нашу верхнюю планку углеводов при которой вы не полнеете да так вот от этой планки к примеру это будет 300 400 у кого-то углеводов грамм углеводов в сутки что нужно делать нужно в течение 5-7 дней снижать постепенно углеводы до 50 в крайнем случае 40 иногда 30 грамм в сутки но большинству людей я не советую опускаться ниже 50 грамм в сутки как это делать делать это нужно понижая на 20-30-50 грамм пошагово посуточно количество углеводов в вашем рационе при этом количество белка и жиров может оставаться таким же а может немножечко увеличиваться но я бы советовал лучше увеличивать суммарный прием свежих огурцов помидор зелени капусты не перегружая организм белками и получается что вы опускаете себя плавно в углеводную яму но полностью от углеводов не отказываетесь доходите до уровня 50 грамм в сутки и на следующий день начинаете потихонечку потихонечку опять возвращаться к своей норме углеводов при которой вы не полнеете понимаете это очень важный вопрос и хотя мы сейчас говорим о жиросжигании о том когда у вас уже приостановлено жиросжигание замечу два момента что чем больше чем сложнее вам избавляться от жира тем дольше должна быть яма то есть когда вы опустились к нижнему ветерок наверно будет мешать попробую потом если выложу в youtube заглушить это этот гул ветра но извиняйте уж если так получается так вот чем больше чем сложнее чем ближе вы подошли к тому что организм не отдает жиры тем больше вам нужно находиться в этой яме но все-таки не дольше трех суток трех дней после этого поднимайтесь вверх опять дошли до пика и опускаетесь опять плавно вниз но если ваша цель набор и при этом сохранение максимально хороших кондиций то выполняя такие горки русские горки катаясь на них у вас должна быть противоположная стратегия вы должны до трех до пяти может быть дней находиться на верхнем пределе углеводов но повторяю это тот предел углеводов при котором вы не полнеете не переживайте кто только что подключился я выложу это видео в youtube и вы сможете посмотреть его от начала и до конца я думаю что с углеводными горками понятно да это очень один из самых эффективных способов держать себя в форме и регулируя либо пик либо яму либо набирать сухую мышечную массу либо избавляться от жира сохраняя ту мышечную массу которую вы наработали это гораздо важнее всего того что вы слышите в других источниках и такая стратегия подходит всем не важно вы эктоморф мезоморф эндоморф отличие будет у вас только в количестве бжу отличие будет именно в вашей верхней планке углеводов потому что кто-то будет не набирать жир и на 450 грамм углеводов в сутки будут такие счастливчики а кому-то и 300 грамм в сутки будет много вот понимание этого процесса не важно как и что происходит у нас в организме важно что это работает это работает на всех на всех абсолютно без исключения потому что я уже не первый год тренирую вы знаете и конечно напомню вам про быстрые углеводы очень важно друзья чтобы вы принимали быстрые углеводы сразу по окончании тренинга не идя в раздевалку не идя домой зачастую даже еще не приступая к заминке вы должны потребить быстрые углеводы чтобы инсулин максимально быстро максимально резко поднялся в вашей крови это что касается питания что касается тренинга нужно избавиться по максимуму от кардио но при классического кардио но при этом оставить его в качестве разминки и заминки разминка понятно вы себя доводите до состояния готового для того чтобы принимать нагрузки поднимаете слегка температуру тела разгоняете кровь по организму повышая темп на разминки достаточно 5-7 минут чтобы выступила легкая испарина чтобы слегка вспотели это говорит о том что ваша кардио разминка закончена нужно приступить к суставной разминки что же касается заминки вы должны понимать что классическая заминка даже если вы ее делаете до 20 минут она должна быть очень очень спокойно вы должны двигаться это обязательно но это не должно быть тяжелое кардио это должно быть очень очень легкое легкое движение чтобы вы могли вот так же как я сейчас общаться но при этом совершая движение руками ногами на эллипсоиде или просто в белой тренажере а лучше всего конечно если это будет грибной тренажер вы знаете я не раз об этом говорил что грибной тренажер самый лучший тренажер и конечно же нужно будет обратить ваше внимание на силовой тренинг силовой тренинг потому что когда вы пытаетесь худеть при этом лишая себя силового тренинга вы с гарантией будете худеть преимущественно мышцами повторяю организму жир не кажется лишним это нам с вами кажется с точки зрения эстетики организму в экстренных ситуациях лишними кажутся мышцы и если вы не даете им адекватной нагрузки адекватной то вы тоже будете склонять свой организм пережигать вас мышцы они жир от классического кардио повторяю избавляемся и если вы хотите все-таки пробовать делать кардио я рекомендую делать выбегание лучше всего если вы будете это делать на улице если у вас в зале а в зале мало у кого есть условия для выбегания делайте 10 выбеганий на 20 метров этого достаточно и между выбеганиями отдыхайте две минуты но выбегание должно быть экстремальное как будто сумасшедшие собаки из резидент evil гонятся за вами хотят вас разорвать должно быть мощнейшее выбегание но опять-таки не забывайте разминки очень много и я получал такие травмы и мои друзья кстати мне прислал видео один выступающий бодибилдер именно на ускорениях на 100 метров как тянется и даже рвется бицепс бедра это говорит о чем о том о чем я вам всегда говорю что мы плохо разминаемся и мы не делаем растяжку ежевечернюю растяжку каждый день перед сном желательно после 30 40 минутной прогулки на улице это избавит нас от крепатуры крепатура это хорошо это показывает что вы дали своим мышцам хорошую нагрузку но от нее вечером нужно избавляться как от дьявольской напасти по той простой причине что когда мы тренируемся хотим и того или нет мышцы сокращаются сокращаются и вот эта крепатура говорит о том что мышца укорачивается и нам необходимо придавать ей обычно ее растянутое расслабленное состояние растяжка вернет и расслабление уберет спазмы и конечно же не даст мышцы укоротиться и вы не получите травму будущем ближайшим или отдаленном от того что ваши мышцы укоротились и ваша привычная нагрузка будет для вас уже неадекватный обязательно хорошенько разминаете ноги разминаете суставы перед тем как делать кардио как делать силовой тренинг это очень очень важно иначе вы можете выбыть на месяца с тренинга я когда учился в институте тоже думал что такое там это выбегание я в школе делал это без разминки и все было нормально и резко стартанул мне долбануло прям очень мощно в левый бицепс бедра я делаю следующий шаг и мне это разрывается правый причем обе ноги затекли кровавыми синяками такими но я не делал ни снимков ничего а мой друг сделал и у него там чуть ли не 50 процентов разрыва мышцы представляете еще немножко она бы оторвалась если вам этого не нужно а я думаю это никому не нужно то прислушивайтесь друзья не слушайте я знаю есть блогеры вроде взрослые уважаемые люди но такую чушь порят о разминке что просто меня забросали уже в личку комментариями по этому поводу я не знаю делать об этом видео или нет как-то не хочется обсуждать других людей но другой стороны такая информация может убить многих людей в плане того что выбит вас из тренировочного процесса а я бы не хотел чтобы вы проходили через ошибки известные ошибки которые можно избежать самое главное просто понимать и делать знать и понимать друзья это разные вещи понимание дано к сожалению не всем и мудрость к сожалению не приходит с годами если мы дураки то мы и умрем дураками если мы лохи то мы умрем лохами как сказал один раз один известный человек гоблин когда обсуждался вопрос по поводу разрешать ли огнестрельное оружие в россии мне очень понравилось его высказывание когда его спросили как вы к этому относитесь он сказал понимаете если человек лох и дать ему пистолет изменится только одно это будет бог с пистолетом вот и все поэтому старайтесь не столько к знаниям стремится хотя это звучит вроде бы глупо до старайтесь стремиться к пониманию потому что многие сейчас не понимают даже простых слов патриотизм в том виде который он сейчас проявляется которым навязывается нам сми официальными сми первым каналом примеру это не патриотизм это долбоебизм если человек который пытается рассуждать о том какая власть лучше для его страны если человек возмущается тому что пенсионеры получают мало денег если мы возмущаемся тому что повышаются коммуналки если мы возмущаемся беспределу неважно чему мы возмущаемся мы имеем право возмущаться проводить митинги собрания любые это право нам дано конституции но как мы знаем в нашей стране к сожалению конституция писано именно для нас а не для тех кто имеет силу и власть к сожалению так оно есть было и наверно к сожалению так и останется я никого не призываю к революциям каким-то свержением это нелепо это опять может ввергнуть страну хаос и смысл менять одного урода на другого а в политике нет ни одного нормального человека наверное я знаю только одно город государства которое реально думает о своих людях заботиться о своих людях и и вы тоже наверняка это знаете потому что когда президент пришел это из самой отстающей страны стала одной из ведущей красивейшей стран где за коррупцию неважно это совершишь ты твой друг твой родственник строго карается и даже культура настолько изменилась чтобы эту страну нельзя заезжать жвачкой потому что бесит очень вот реально что меня бесит это когда идет чмо жует эту жвачку постоянно и плюет ее потом на пол ты потом наступаешь на нее несешь ее домой в зал неважно куда это верх бескультуре я друзья и когда мы пытаемся говорить о патриотизме верх идиотизма гордиться тем простым фактом что ты родился в той или иной стране что ты являешься той или иной национальности что у тебя такие родители нет это конечно здорово но гордиться этим это нелепо потому что это не ваша заслуга гордиться можно только достижениями которые вы достигли благодаря своим усилиям как можно измениться измениться можно только одним путем это изменить свой образ мышления и когда если кто-то где-то критикует что-то это не значит что человек не патриот что он не любит свою страну нет это значит что человек думающий понимающий рассуждающий но тем что происходит сейчас нас просто убивают раньше нам навязывали мышление а сейчас нас просто настолько зомбируют показывая убогую северную корею где люди жрут траву зачастую посмотрите настоящие передачи не то что показывает первый канал как там хорошо и здорово и вы понимаете для чего это делается для чего это готовится и я думаю что в скором времени наверняка отрубят и интернет по той простой причине что очень много людей таких как камикадзе к примеру которые показывают говорят то что есть на самом деле не то что там хорошо или плохо а показывают обратную сторону медали того как живется людям пенсионерам ветеранам я не буду рассказывать как здесь в америке живут пенсионеры как здесь живут дети приведу только один факт потому что моя жена помогает очень многим иммигрантам здесь устаканиться получить жилье пойти детям в школу вы не представляете как дети меняются просто сходив один-два раза в школу такой пример простой приехала тоже одна женщина очень такая обеспеченная женщина но здесь естественно не сразу все хорошо какие никакие трудности и через полгода она решила вернуться обратно в Россию к хорошей жизни как она считала правда там бизнес сейчас тоже весь обрушится но смысл не в этом смысл в том что когда она сказала своему 14-летнему ребенку который там ходил тоже в элитную школу сынок мы наверное вернемся обратно он сказал ей мама если хочешь вернуться убей меня здесь и это показывает разницу между нашими странами я не хочу говорить что мы хуже чем американцы или американцы лучше чем мы но даже то что они здесь не во всей в америке кстати Флорида отличается этим улыбаются тебе постоянно пусть даже это искусственно это все равно приятнее чем когда ты улыбнешься человеку а тебе скажут у тебя что проблемы и насколько здесь смешно мы обращаем внимание каких только собак я здесь не вижу каких только пород иногда такие страшные но я ни разу не видел чтоб даже собаки встречаясь друг с другом с хозяевами лаяли там проявляли какую-то агрессию друзья нам нужно с вами меняться нам нужно понимать что любое государство любое правительство по сути это гнилое болото заботящиеся только о себе но опять таки я здесь хочу оговориться что не значит что если бы мы с вами пришли к власти мы поступали бы по-другому да скорее всего я точно так же бы поступал окружал бы себя доверенными людьми родственниками друзьями близкими хотя как я понял друзей в принципе очень очень мало и большинство людей завидуют твоему образу жизни я прошел через это уже не один раз но при этом у меня сохранились хорошие друзья хорошие отношения со многими людьми на все несмотря на все перипетии которые случались у меня в жизни то же самое относится и к современной религии потому что возьмите даже рпц это не религия друзья это тоже пропаганда пропаганда той власти которая есть и как только появилась религия а появилась она только с одной целью кто не понимает я объясню и это эти факты не я придумал и не я до них дошел чем мне тоже искренне жаль это говорит об низком моем интеллекте об этом говорят ученые об этом говорят профессора все вы знаете великую римскую империю которая огнем и мечом покоряла любые народы покоряла любые страны государства любые города брала и брала на это умением именно своей машины машиной управленческой машиной военной часто вы знаете римские легионы особенно во времена юлия цезаря побеждали войска армии которые превосходили более чем в два раза римские легионы и к чему я это все веду к тому что когда пала римская империя или пала стала необходимость как-то удерживать власть на тот момент уже присутствовала католическая церковь присутствовала которая держала все европейские государства которая имела все европейские государства ну какую-то страну больше в мере какую-то страну в меньшей мере но смысл в том что люди умные люди поняли что с помощью религии можно удерживать любого человека любую страну гораздо эффективней чем воевать с ней и чем под угрозой физической расправы если этого кто-то не понимает этого механизма то мне жаль этого человека а религия как только родилась служила только одной цели и на мой взгляд я не хочу обидеть верующих людей духовных людей потому что все таки тот кто имеет какую-то веру духовность не этим книжным башкам а внутри имеет свой храм душу которую он бережет тот это понимает религия принесла больше зла чем добра и если говорить о том что не было бы религии мир был бы хуже это не правда нам пытаются с вами навязать точно так же как и то что мы должны быть приверженцы нашей страны несмотря на то как бы она себя не вела по отношению к нам или к другим это не есть правда мораль духовность не зависит от того есть религия или нет это прививает нам не религия религия прививает нам другие качества на мой взгляд христианство это чисто арабская религия это религия забыл слово русское на с это религия смирение смирение это очень хорошо но не в том смысле к каком нам его преподносит смирение это хорошо чтобы не было гордыни но не смирение перед тем когда тебя угнетают когда тебя чморят когда тебя ни во что не ставят это не смирение это рабство друзья нужно быть смиренным с духовной точки зрения но религия к сожалению не преподносит именно эту точку зрения вот что обидно и многие говорят там что мусульмане да террористы терроризма и друзья вообще нет если вы верите в террористов мне вас искренне жаль если вы думаете что кто-то где-то спускается с горы что-то взрывает то вы больной человек вам нужно лечиться если вы верите что взрывается метро рушатся небоскребы из-за горстки горцев придевших на самолете или привезших и заложивших бомбу то вы просто человек который ни в чем не может даже видеть поверхностное то что на поверхности сейчас нет большего терроризма чем терроризм государства чем терроризм политического движения политик это не человек политик это какое-то существо живущие совершенно по другим законам как физические законы на земле одни в космосе другие точно так же и они себя воспринимают и мы простые люди для них вообще никто и ничто я не делю себя ни на нации ни на приверженность той или иной вере и для меня важно какой вы человек кто вы что вы из себя представляете как вы мыслите ваше окружение все это и в первую очередь ваши мысли которые вы высказываете в комментариях даже по ним просто видно какой вы человек что вы из себя представляете к чему вы стремитесь что у вас внутри это очень очень важно понимать друзья закончим на позитивной ноте что все мы с вами братья границы религии государства правительства вот что наши враги что мешает нам жить и быть счастливыми повторяюсь если бы правительство думала о нас хотела чтобы мы с вами жили лучше то оно не нас бы посылало на войны а два президента со своими депутатами со своей свитой со своими ублюдками детьми ходили бы и драли бы друг другу задницы вот что такое настоящая политика с моей точки зрения когда правитель которого выбрал народ идет и бьется за этот народ если он считает нужным но вы понимаете что такого никогда не будет по той простой причине что никто никогда о нас с вами не думает вы сами должны заботиться о себе если вы родились где-то и видите что что-то не то что как-то не так что у ваших детей нет будущего в этой стране перспектив это не значит что вы из-за патриотических или каких-то других соображений обязаны оставаться здесь друзья вы обязаны в этом мире только самому себе и никому больше если ты именно ты который вот сейчас смотрит это видео не будешь позитивен не будешь счастлив не будешь любить себя то ты не полюбишь и не будешь относиться позитивно никому другому неужели этого не понятно вот это кстати очень хорошее высказывание там возлюбить ближнего как самого себя но чуть-чуть перевернутое если мы не умеем находить гармонию внутри себя в нашем внешнем мире никогда не будет гармонии а если мы бьем себя кулаком в грудь крича что я русский я американец или я мусульманин или я христианин это друзья называется одним словом долбоеб зомби извините за такие слова за такую откровенность но часто вы меня просите делать подобные видео рассуждать с вами на различные темы мне это очень нравится надеюсь что и вам это тоже очень нравится я советую всем кто смотрит меня кто прислушивается ко мне кому интересно понять с духовной точки зрения но не с точки зрения религии как устроен мир найти книжечку ричарда баха ричард бах это то ли внук то ли правнук известного композитора баха очень хороший писатель человек с очень развитым духовным интеллектом и прочитать его одну книгу которая называется чайка по имени джонатан ливингсон эта книга для тех кто умеет понимать кто видит метаморфозы кто имеет образное мышление даст вам колоссальный толчок к пониманию что такое саморазвитие что такое ограничение что такое социальные крючки и эта книга написана очень интересно она написана и на сказе то есть вы должны читая ее сами понимать что происходит это можно сказать художественный роман но в нем главные герои не люди но вы понимаете когда будете читать ее а вы ее прочтете за один присест я вам гарантирую что 90 процентов и вас откроет эту книгу и не закроет ее пока не прочитает если вам будет близко и вы захотите еще ознакомиться с работами этого автора я перечитал практически все его работы я рекомендую еще всего лишь одну книгу она называется иллюзии это две книги от ричарда баха которые вам нужно стоит прочитать почитайте и кто читал уже напишите пожалуйста обязательно в комментариях что вы думаете по этому поводу я этот блок веду не для себя я веду его для вас и мне очень важно видеть как вы реагируете на те или иные мои слова мои мысли я понимаю что я могу быть неправ что я во многом заблуждаюсь но я стараюсь развиваться я стараюсь не стоять на месте и если бы этого не было то и в процессе питания и тренинга я бы тоже оставался бы как многие в прошлом веке верил бы в то что бег повышает выносливость в то что нужно тренировать сердце сердечно-сосудистую систему в то что есть такие понятия как эндоморф эктоморф мезоморф если относиться это именно через точку зрения что каждому из них нужно тренироваться по-разному и многие другие мифы то наверное не было бы и этого канала ну что друзья надеюсь вам было интересно надеюсь вам было познавательно и извините я не читал ваши комментарии потому что очень сложно на телефоне читать и когда такое солнце поэтому если у вас есть вопросы которые очень важны для вас и на которые вы хотели бы услышать мое мнение то тоже оставляйте их в комментариях лучше всего в контакте мне в личку писать или еще лучше чтобы другие люди тоже увидели и каналу моему на youtube это поможет развиваться только для того чтобы больше людей могло имело возможность ознакомливаться хотя бы просто ознакомливаться с иной точкой зрения на питание на тренинг на мировоззрение на политику на религию возможно на какие-то другие вещи предлагайте предлагайте ваши темы для обсуждения в прямом эфире предлагайте ваши темы для статей для видеороликов друзья всегда рад пообщаться с вами поделиться с вами своими мыслями поэтому спасибо всем тем кто смотрит увидимся как всегда в тренажерном зале или здесь у бассейна всем пока будьте на позитиве и радуйтесь сияйте как вот это солнышко которое сейчас заходит за моей спиной всем пока субтитры субтитры